Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Северный Виктор на максимальной сложности за сопротивление. В прошлой серии мы дали отпор вражескому инопланетному кораблю, который атаковал нашу станцию. Наши модули защитные отогнали его, и я сказал, что ремонт я сделал за кадром, ну что на него смотреть? И выключил запись. И он вернулся, он вернулся, и снова произошел бой, в котором был он уже уничтожен. Так что 5, 5, всего 5 модулей способны снести врага. А после этого я посмотрел на это дело и решил вот эти лаборатории тоже заменить все. Поэтому у нас тут сейчас будут только боевые платформы, и у нас тут будет верфь. Я надеюсь, что этого хватит нам для обороны, и мы сможем строить вот здесь нормальные корабли. Но попозже, потому что то, что я построил, оно не поворачивается. Мне писали в комментариях, что на максимальной скорости как-то идет расчет неправильно, типа пропускаются какие-то действия, но мне кажется это сильно сомнительным. Я думаю, что проблема в конструкте моего корабля. Он просто неповоротлив, поэтому комп даже не пытается им маневрировать, потому что понимает, что уже не успевает все равно никак, никоим образом. Вот. Так что стройку вот этой шняги своей я... Отменил или не отменил? Нет, еще не отменил. Но я продолжаю это строить, все дело вот тут и тут. И запустил корветт, значит, в стройку. Это новый вид корабля. Так, с ней тут. Он уже выглядит посерьезнее. Сейчас я найду только, где это есть-то. У него уже сила. Ага, вот. То есть тут сила 17, а тут сила 32. Он почти в два раза мощнее. У него нормально уже вроде как с ускорением. То есть как будто бы он сильно лучше. Поэтому первую такую модель корветта заложили. Дальше перейдем только на них. А вот что я попытался сделать? Построить его на Луне. На поверхности написано, что он не может взлететь. Он очень тяжелый. Поэтому я стал строить вторую базу. Такую же, которая состоит из верфи и кучи-кучи-кучи военных модулей на орбите Луны. То есть одна на орбите Земли, вторая на орбите Луны. И у нас тут тоже будет верфь и куча моих модулей, чтобы отбиваться. Ну и сюда же мы будем стаскивать корветты. Посмотрим в бою на корветты. Я, конечно, думаю, что несколько кораблей все это дело пробьют. Но вот один прилетел и отхватил. Не сразу, конечно. Он сначала уничтожил мой кораблик, но мой кораблик не попал ни разу. Поэтому его участие в битве можно сбросить на нет. И кроме этого я еще на Марсе запустил стройку. Хотя ремонтом собирался заняться. Запустил стройку на Марсе. Так, вот здесь. Тут был уран у нас. Нами разбомбили. Попробуем сейчас снова отстроиться, чтобы получить уран. Потому что урана по нолям. Эти штуки летят. Им лететь еще до августа 1938. Вообще долго им лететь. Потому что, конечно, на Марсе мы тоже не быстрее развернемся. Нет, побыстрее в феврале все-таки. Поэтому попробуем подобывать уран. Опять же, если сейчас мы это развернем все, тут навтыкаем защитных модулей. И будем отбиваться ими. Ну и раз пошло такое дело, то далее мы будем сейчас пытаться развивать все эти технологии. А, ну вот, кстати, я уже воткнул одну. Будем развивать именно point-дефенсные технологии, чтобы апгрейдить наши станции, чтобы не могли их пробить. Потому что корабли пока... Недостаток у нас ресурсов и недостаток у нас технологий, чтобы наши корабли что-то могли сделать. Трата времени. Все, со станциями, с кораблями разобрались. Дальше. Дальше. Инопланетяне выдвигаются в Екатеринбург. Мы их тут ждем. У нас две полных армии. Силы 4.1, у него силы 3.8. Так что, я думаю, даже три мы разберем. Вот. Но если нет, то нам поможет Китай, который мы взяли под контроль. Уже идут армии на перехват вот этой армии пришельцев, которая тянется вот туда. Я думаю, мы их вот здесь как раз перехватим. Тем более, что это и китайский региончик. Мы его, во-первых, отобьем. Во-вторых, остановим эту армию. И если мы заберем, то может даже пройдем вот сюда. А вот это столичный регион пришельцев. То есть, если мы тут все выбьем, вообще освободим землю сразу, ну, это далеко идущие планы. Пока непонятно, пойдет или не пойдет. И момент с объявлением войны. То есть, сейчас он должен появиться. Но уже в комментариях написали, что да, все правильно сделал. Теперь, когда Румынию эту выгнали, уже теперь можно будет объявить войну. Так. Летит. Летит снова к нашей верфи. Прилетит он в феврале. В феврале. А мы закончим все свои постройки. Ну, где дата-то в январе. Ну, прилетаю. У нас еще будет больше поинт-дефенсов. Так что, сейчас посмотрим еще на один замес. Без кораблей, но все равно. Финляндию нам нужно отправить в Россию, чтобы она туда отдалась. Ну, вот посмотрим войны. Вот теперь появилась администрация пришельцев. Да, в списке претендентов на объявление войны. Но момент такой. Момент такой. Слугам принадлежит Америка. С кучей армий. А там армии силы 5.1. То есть, во-первых, там их много. Во-вторых, они сильнее всех наших армий. Поэтому пока объявлять войну не будем. Отменим эту историю. Так что, с войной будем пока вести силами России. Тут никаких новых мы не втянем участников. Потеряли точку. А, ну это Казахстан. Казахстаном Б. Туда-сюда давно идут. Вошли. Так, и Монголию потеряли тоже. Но тоже сейчас обьем. Пошла. Пошла жара. Две армии он подогнал. Значит, две армии мы точно остановим. Мы сильнее. Эта битая, она не пошла. Значит, нам нужно перехват сделать. И сейчас мы его и будем делать. Куда ты едешь? Скажи-ка мне. Вот он туда двигается, да. И нам туда и надо. Вот у нас две армии. Мы туда и едем. А, нет, не едем. Не можем мы туда въехать, потому что нет у нас. Плохо. Я надеялся эту армию перехватить. Так, что же делать? А давай попробуем вот этими двумя армиями. А вот этими можно. Пойдем освобождать тогда Россию. И даже еще одну армию перебросим потихонечку туда. Эти пока вступят. Надеюсь, успеет. Ну, если не успеет, отойдем, подремонтируемся и снова вступим. В общем, эти два региона мы выбьем. Останется столица. И вот эта вот штука. Сюда мы тоже не можем войти. Вот. Но не можем Китаем войти. Россией-то мы сюда сможем войти. Лады. Берем Дмитрия. Проверяем. Он занимается тут успокоением народа. Пусть продолжает заниматься этим. Так, Рассел. Гони врагов. Блин, и там враги, и тут враги. Ты давай в Финляндию присоединяй к России. Ты давай делай щиток в России. Есть. Всегда я уже не бегаю за этими щитками, потому что, ну, уже не успеть. Будем потихоньку их отбивать. И все-таки нужно объединять. Ну, это вот в апреле. Так, январь. Ты в январе. Январе 37-го. А, уже январь. Через месяц. Через месяц уже начнем объединять наконец-то все это в одну страну. Уже будет меньше мороки со всеми этими точками. Есть щитки. В битве. Прогнали. Прогнали из России. Двигаем еще раз. Китайскую армию, те еще не вошли, так что совсем недолго придется ждать, скорее всего, подкрепление третьей армии. И будем освобождать. Чуть не может справиться с покаянием народа. Террористы. В Стокгольме террористы. Ну, что же за дела-то такие. Демократия упадет на один, единство вырастет на два. Если мы используем это для того, чтобы побороться с нашими врагами, с нашими оппонентами. 152 влияния. Ну, давай использовать. Влияние полно. Здесь федерацию тащим в Финляндию. Пока только Финляндию, Евросоюз не тащим, потому что Евросоюз не присоединится. И снова мы теряем точку в России. Не успели поставить щиток. Который раз уже. Пытается отступить армии пришельцев. Две их отступают. Гнаться за ними сейчас, наверное, не очень хорошая идея. Потому что их там будет три, хоть и битые. Но мы можем огрести. Тем более, что идет еще одна нормальная. Поэтому, может, и не стоит. Ладно, постоим. Может, сейчас кого-нибудь еще на вступлении подрежем. По-моему, не работает. Они не воюют. Да, они не воюют. Не освобождают. Ладно, тогда нету смысла. Я-то думал. Возвращаемся домой тогда. Нужно объявлять войну. Не хочу объявлять войну, потому что я боюсь Америка. Нужно сначала Америку скачать. Сейчас тогда этим займемся. Вот чем займемся. Наедемся на американцев. Нам нужно точку в Россию еще вернуть. Нам нужно точку в Россию еще вернуть. Ладно, погнали. Ладно, погнали. Вот ее и отправим. Кто у нас тут? Мексика и Канаду. У Канады две армии. Тут просто фигово тьма армий. Бунт, ясно делом, не прокатит. Ну, вот сейчас Мексику. Тогда пойдем... Или Канаду сначала. Ну, и попробуем Канаду. Сделаем сейчас там наших сторонников. В Канаде. И попробуем подхватить Канаду, чтобы было давление небольшое на США. Ну, и там уже можно будет напасть даже китайами. Объявить войну, если слуги впрягутся. Они сначала будут воевать с Канадой. Это нам даст некоторое время. Там, допустим, китайцами собраться в кучу как-то, я не знаю. Ладно, надо этим еще подумаем. Но пока... Пока не лезем. Рассел. Хватай вражеского агента. Так, ты перевороты не умеешь делать. Вот ты умеешь делать перевороты. Вернем сейчас в Монголию и Казахстан, чтобы... Так, попробуем... А, все тут уже по нулям, уже нет смысла. Хотя, ладно, так тоже не будем. Пойдем вон на Финляйде поставим. Мы хотим ее присоединить. 16 января скоро придет... Вражина прилетит к нашей станции. Новый проект. Ну, конечно, лайфформу еще удалять. О, смотри-ка, взял... Взял вражину. Готовый point defense и новое. Пойдем за следующими. Так, и клмнм... Не писали там название, но... Я не запомнил, а в любом случае видно. Вот point defense для кораблей, например. Тоже наверняка нужны же. Может быть. Поэтому и сносили нас. Так. Мне на станцию, на самом деле, нужны. В первую очередь... Блин, вот тут, конечно, не хватает поиска по алфавиту. Эх, да, я так фиг найду. Ладно, идем тогда в дерево технологий. Поищем здесь. Лазеры. И то, не то. Вот это вот массив. Завершен уже есть. Лазеры тоже уже есть. Вот это уже тоже есть. Фазеры. Вот это далеко еще. До фазеров нам еще, как до Китая. Ладно, фазеры не трогаем. Берем тогда пункт defense для кораблей, что ли взять. Если мы все-таки делаем, да? Ну, не скажешь, что прямо мы их делаем, но будем. Будем делать. Берем тысячу тут всего. Погнали. Одна-то модель есть. Может быть, улучши мое еще. Успеем. Почти издохли армии пришельцев. Это хорошо, потому что если эти две сейчас скинутся, мы их окончательно расшибем. И все. Вернусь китайской армии в Китай. Уничтожено, да? Отлично. Одну снесли, как минимум. И 6% в Канаде. Ну все, сейчас будем разгонять Канаду. Готов. Готов док. Готовы Монголия. Еще плюс 3% в Канаде. Ну мы так быстро Канаду подцепим. Так и вон построены все наши дефенсные штуки. Хочу посмотреть, кого там можно заапгрейдить из них. Пока никого. А, нет, вот есть, да. Кое-кого уже можно. А, уже есть один такой. Слушай, даже так. Так, вот это. Значит, я один уже на апгрейд. А, стой, вон, 3 уже таких есть. Нет, они все такие. Я уже все шли поменял. Что-то я не пойму. Надо вернуться, посмотреть на какие-нибудь старые станции наземные. А, нет, ну они такие были. Я думал, это новое. Нет, новых пока нету. Ладно, значит, построились и построились. Хорошо. Надеюсь, сейчас еще вторую армию добьют. Тут вообще будет замечательно. Прибыл. Прибыл Виктор 107. Сейчас, наверное, он нападет на нас. И сейчас мы посмотрим, как его... Ремус-эскорт. Пойдем к Ремусу. Взлетай. Да, уничтожили еще одну армию. Снова потеряли... А, Гималай, да, не Монголия. Не пойму, что-то не взлетает. Что взлетай. Есть, взлетел. Отправляем его. Л-4. Вот этот Л-4. К станции. Первый корабль такой себя, конечно, показал отвратительным. Но других нет, поэтому делаем. А, ну и, кстати, других нет. Верш-то достроили. Пойдем построим. Вот же у нас тут. Так, как и не здесь. Не здесь. Не готов еще. И здесь еще не готов. Не судьба. Раном. Ран кинулся. Ну ладно. Тогда попозже начнем строить свой... Этот самый... Как его? Корвет. Может, даже еще успеем его подапгрейдить, прежде чем будем строить. Рассел. Забирай остатки. В смысле, остатки. Забирай обратно Россию. Он опали, я смотрю. Одна армия вступила в бой. Но она одна. Даже то, что нас тут... Одна на 70% мы все равно разнесем. Но это хорошо. Здесь проверяем непараллельном парам. Унификация с Испанией. Да, парам. Идем за унификацией. А здесь идем за Казахстаном. Погнали. Прибыл наш корабль. Ну, нормально разбираются на эту армию. Флот-97 прилетел на орбиту. Может быть, может, их сейчас и несколько нападет тогда. Ну, тем интереснее будет, потому что выясним сейчас, насколько работают пони-дефенсы против кучи кораблей. Монголию потеряли. Ну, вот Монголь, Казахстан туда-сюда переходят. Унификация Испании готова. Ох ты ж, посадка, посадка. Ё-моё, так, где это? Это флот пришел с армиями. Блин, в Австралии. Мы туда не дотянемся, чтобы его долбануть заранее. Очень плохо. Огромный комплекс. Поверхность орбита. Лазерное вооружение. Система поверхности орбита. Орбита теперь работает в Парижском регионе Евросоюза. Это сможет сбивать ядерные ракеты по региону, уменьшать урон от орбитальных бомбардировок и стрелять обратно по космическим кораблям, которые бомбардировки делают. Ну, круто, что мы построили, наконец-то, защиту. Плохо, что... А, ну вот, кстати, вот она и так. А так и двумя кораблями. Как и предполагалось, пошли посмотрим, как это теперь будет работать. Итак, времени сейчас побольше до конца серии. Я могу попытаться порулить этой штукой, которая называется наш корабль. Это такие же, как в прошлый раз были. Корветы, да. В прошлый раз был один корвет. Один корвет зафигарили. Но у нас сейчас больше поинт-дефенсов, поэтому... Давай я попробую порулить куда-нибудь как-нибудь. Так, у нас есть автопушка. И у нас есть ракеты. Собственно, ракеты лучше пускать поближе. Я так подозреваю. Поэтому... Стой. Я так помню, что высоту и направление нужно задавать. Ускорение чуть-чуть, да? Ну, полетели. Полетели по прямой. Он уже сворачивает. Мы так уже не попадем. Поворачивай. Мало, да? Повернул. Тут он туда. Ну, полетели, полетели. Как-то выйти надо. Тихо, кто начинает отрабатывать так? Это не наши, да? Да, это он запускает... Свои фигатории. Свои ракеты он запускает. И там, и там. Ну, значит, маневрируем. Как-то. Как-то надо увернуться. Просто разница. Комп не уворачивался вообще никак. Давай я уверну как-нибудь. Как и вот так вот попробуем отойти. Сюда вот оно, по идее, идет, да? Мы вот сюда, по идее, уходим. Ну, если сейчас прокатится... Не, ну, чуть-чуть-то он шевелится, на самом деле. Хотя он... Не, ну вот уходит, уходит, крутится. Ё-моё, там столько ракет. А там уже не ракеты, походу, пошли. Нет, ракеты. Нет, уже и не только ракеты. Ну, от ракет мы сейчас как будто бы уйдем. Это сюда. Там еще и кроме ракет он настреливает. Давай на высоту попробуем. Что, я не знаю, с какой кнопкой это сделать. Нам надо еще вверх набрать. Shift-ом, не с шевтом. Так, не с шевтом. Не с control-ом. Да заново у тебя. Как же вверх-то дернуть? Я забыл, какой кнопкой наверх. Нам по-любому надо сейчас вверх побрать. Так, ну не shift явно. Нигде не подписано. Кстати, вот эти-то штучки надо собрать. Вот, смотри-ка, есть панель с маневрами еще. Но это не то. Мне нужно вот эту вот задрать наверх. Вот, с иксом. Ну, вроде наверх сейчас пойдем. Чтобы вот от этого всего ракет-то мы уже уклонились. А как бы мне ракетами, фото ракетами, автопушкой начать сшибать ракетки? По атакам, баланс, баронам. Выбрать первый цель, очистить цель. Но, на самом деле, он не успевает набрать. Вот сейчас ему в бочину прилетит. То есть, даже не успел. Надо было по прямой ракетами отпуляться. То есть, повернуть он повернул. Но нифига. Сейчас он все это словит. Поэтому компа не маневрировал. Потому что нету маневренности у этой модельки никакой. Все, три попадания и ему трандец. Но, как он в прошлый раз стрелялся ракетами, тоже особо толку не было. Ладно, ускоряем теперь и смотрим, как поведут себя поверодефенсы. Эту модель мы больше строить не будем. Там, где она идет настройки, сейчас я отменю. Потому что это тратареса бессмысленная. Ну, он на себя, конечно, отвлек что-то. Это все на мимо и на тебя. Ну, это в корабль, потому что все целилось. Видимо. Да, все на мимо идет. Вот это уже не на мимо. Но это уже сбивают. Он просто отвлек на себя ракеты. Причем все ракеты. А больше никакой пользы от него нет. Ладно, разгоняемся и смотрим, как теперь эти пройдут сквозь кучу, кучу, кучу боеприпасов, летящих навстречу. Пока нормальных. Есть попадание. По нижнему, походу. О, хорошо зашло. Прям слышно много было попаданий сейчас. Но при этом не светится. Все равно ничего. Вон тут, я имею в виду, нет подсветки. Они, походу, отступают, да? Да, в дожды отстрелились с ракетами. Не попали нифига и ушли. Хотя один модуль сбили, вроде бы, да? Да, один-то модуль разнесли. Но ничего. Починим. Нет, возвращаются, возвращаются. Еще половину, значит. Было бы неплохо сейчас отбиться от двух. Вдвое приятно сбить. Два корабля. Крутится, крутится. Ух ты, сколько много сразу отстрелял. Ой-ой-ой. Покраснел еще один модуль наш. Ну, по-моему, сейчас нормально было попаданий. Хотя, когда будет нормально, начнут у него светиться повреждения. То есть, звук-то есть, а толку пока немного. Нормально сбили. Нормально сбили. Тут сбили. Вот, интересно, вот эти фиолетовые, это боеприпасы конечные или тоже бесконечные? Ох ты, сбили. Еще один модуль нам разнесли. Даже два сразу. Ну, против двух корветов, значит, не сила. Текущая наша поинг-дефенса. А значит, в следующем ходу они могут пойти на луне и снести то, что строилось. А где же нам строить корабли тогда? Ну, наверное, тогда мы сейчас... У нас не будет верфи, мы не сможем строить корабли. Мы тогда сейчас будем все-таки идти по технологиям поинг-дефенсов, там, Т-2, Т-3. И вот уже с них начнем строить верфь на орбите с ними, которая сможет там что-то отбивать и что-то строить. И, может быть, к тому времени у нас уже будут и неплохие технологии и для кораблей. Потому что тратить резы, которые копились десятилетиями на те ведра, которые сейчас мы строим, смысла никакого нет. Ух ты, хорошо, как он пошел. Есть, есть, есть. Вали, вали его. Ох ты ж, красотища. Все, и второй тоже собирает урон. Хорош, хорош. С четырех пушек прямо ему наваливают. Он пытается отстреливаться. Да, и прям все, все в него. Мы, походу, выбили движок. Он больше не может маневрировать так, как он это делал. И сейчас пока Дайвис позволяет нам. Все, он уже весь желтый, да, без движков-то. Так, а второй гаденыш как все чувствует? Второй гаденыш все нормально чувствует. Ну, неплохо накидали. Все, вот теперь он наступает. Потому что он на предложение его сдаться. Хотя, если этот еще пройдет сейчас в доступности, досягаемости, то, может быть, ему еще на поддаем. Тот-то уже точно уходит. Но этот движок еще готов, поэтому он может маневрировать. А может и не может. Отлично. Готов. Минус один. Ну, вот так вот, например. Жалко, второй ушел. Но второй, может быть, так же сделает, как в прошлый раз. Потому что он напал битым уже кораблем. И причем и без ракет. То есть он даже ракеты не закинул. Он просто согрелся. Отлично. Мы победили. Немножко собрали Ресико. Граф встал на паузу. Встал на паузу. Сейчас сделаем ремонт. В этот раз ремонт сделаем. Сделаю подзапись. А то сейчас опять как нападут. Ну, три потеряли. Три плюс корабль. Корабль жалко, потому что чертовски дорогой. И отменим давай стройку еще одного Ремуса. Вот он. Нафиг тебя Ремус. А здесь стоит еще не запущено. Так что, ну, здесь, в принципе, пусть стоит. Как только она заведется, будет строить корвид. Может, корвид получится половчею. Это произойдет 21 февраль, через 10 дней. Ну, кстати, давай стартанем. Может, он сейчас опять согрится как раз. Нет, в этот раз он не согривается. А в этот раз я нажал время. Еще одна высадка. Все в Австралии. Значит, скоро нас ждет куча армий силой 7. Может, больше даже, чем 7. И мы будем снова от них отбиваться ядерным оружием. Больше ничего у нас нету. Прибыл еще кораблик. Ну, и закончилась фаза. А ладно, на этом тогда хорош. Подписывайся на канал, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить продолжение. Пиши комментарии, ставь лайки. Спасибо за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok